Всем привет, я доктор Евгений, шейный остеохондроз. А основной виновник, который не виновник, это верхняя трапециевидная мышца, верхняя порция трапеции. Что с ней делать, рассказываю, смотрим. Верхняя трапеция, она крепится от затылка, спускается по боковой поверхности, часть уходит на латеральную часть ключицы, потом крепится к кремиально-ключичному сочленению по осте лопатки. И если брать всю трапецию, доходит до 12-го грудного позвонка. Но нам интересна только верхняя ее часть. Очень часто в этом положении, когда люди живут, находятся, это стрессы, офисная работа, за рулем, эта мышца все время укорочена. И она создает постоянное состояние дефицита кровообращения. В этих условиях мышца сама в себе отмирает, и происходит следующее. Сама мышца внутри себя рубцуется, а дефицит кровообращения постоянно вызывает отмирание клеток. Организм пытается это заживлять. Отмирание, заживление, отмирание, заживление. И в конце концов начинается рубцевание в жировой ткани, что вызывает такой холмик, горб. Все, наверное, видели у кого-нибудь из пожилых это. Называется еще вдовий горб. А также вызывает омертвление хрящевой ткани, что в конце концов опять же вызывает рубцевание омершленого хряща. И происходит такой грубый нарост, который в конце концов начинает мешать сосудам, кровообращению и так далее. Так вот, что делать, чтобы устранить эту проблему на физическом уровне? Нам нужно устранить дисфункции и какие-либо изменения максимально, насколько можно, в измененной мышце. То есть берем саму мышцу, вот я вам ее здесь нарисовал. Нужно найти самые болезненные участки в этом месте. Поэтому мы просто по ходу этой мышцы проходимся либо таким образом, просто как бы сканируя, либо мы просто можем взять в захват пучок мышцы и смотреть на реакцию пациента и спрашивать, где там у него или ай. Захват делаем средней силой, то есть не грубый. Но допустим, пройдясь по этому участку, я обратил внимание, что именно вот в этом месте, ай-яй-яй, мы просто можем остаться в этом зажатом положении и постоять около минуты. При этом, чтобы усилить эффект, если там какие-то есть внутри тканевые различные спаечные дела, либо фиброз, мы просим легко голову наклонить в одну сторону, затем в другую. И в комфортной амплитуде поработать таким образом. То есть при этом руки не шевелите, просто пусть будет одно натяжение. Через буквально секунд 30-40 вы, во-первых, почувствуете, как голова начинает чуть больше гнуться в сторону, а во-вторых, вы должны почувствовать под пальцами, все, расслабьтесь, легкое расслабление. То есть пальцы должны потихонечку отпускать. И просто убираем руки. Проходимся теперь по другим точкам, которые крепятся к ости лопатки. Если здесь все в порядке, в этом месте все нормально, мы доходим до еще одного места, которое очень часто забывается. Это затылок. Потому что мышца уходит и крепится прямо вдоль позвоночника к затылочной кости. Мы встаем под затылочный бугор. Кстати, это проекция коротких разгибателей также. Здесь у нас под ним прямо атлант находится. Кому интересно, ссылочки сейчас в подсказках будет видео. Посмотрите, как самому себя атлант скорректировать. Мы доходим именно до этой зоны, прямо ближе к позвоночнику, которая к затылочной кости. И нащупываем здесь. Если тут есть какая-то болезненная точка, нам скажет об этом пациент. Постояли, как триггер отработали. Легкие массажные движения в течение 30-40 секунд. Отработав эту точку, мышцу нужно немножко повключать. Как это делать? Это можно делать самостоятельно. Надо повернуть голову в противоположную сторону на 45 градусов, поднять плечо и соединить затылок с плечом. И опустить. Поднять и опустить. Буквально таких три движения. Этого достаточно, чтобы мышцу уже запустить. Очень часто также в самой мышце встречается фасциальное укорочение. Что для этого нужно, сейчас покажу. Как растянуть. Для этого можете сесть с противоположной стороны, либо можете стать сзади. И просто-напросто положить руку на плечо, для того, чтобы во время того, как мы будем тянуть, он его не поднимал. Ваш пациент. Ложим руку на плечо, вторую руку на ухо и просто-напросто пассивно, не активно, то есть не давим сильно, мы голову наклоняем в противоположную сторону. И спрашиваем, есть натяжение? Есть. И ждем. Секунд 10. Через 10 секунд мы просим сделать глубокий вдох. Немного ослабляем хватку. И делаем выдох. И на выдохе опускаем голову чуть ниже. Снова ждем 10 секунд. Снова просим сделать вдох. И снова опускаем. Таких надо как минимум 3 подхода. Имея в виду 3 глубоких вдоха-выдоха. Не менее 30 секунд это натяжение нужно сохранять. И через 30 секунд будет момент, как будто в яму провалилась мышца. Она прям пойдет вниз, прям поплывет. Повторяем то же самое с другой стороны. Трапеция, она любит внимание много к себе. Надо включить и сами мышечные волокна, которые тут есть. То есть устранить триггеры, убрать натяжение, устранить спайки. Отработав все вот эти вот болячки, можно получить оздоровление шейного остеохондроза. Но как без помощи второго человека это все сделать, опять же в подсказках сейчас будет раскатка этого региона, как раскатать себя роликами и мячиками. Попробуйте это отработать так. Но если есть человек, который сможет вам это сделать, попросите его сделать, как я вам все это рассказал. Шея сразу будет вам благодарна. Головные боли отпустят. Будет чувство насыщения кровью головы. Может затылок какое-то время чесаться. Чешется? Уже не чешется. Вот. Работайте это с двух сторон. И не будет у вас хондроза. Если делать это достаточно регулярно в течение от двух до трех недель, вот даже в объеме шишка пройдет у вас. Поэтому всем на заметку, кто страдает такой бедой, неприятностью, как шейный устью хондроз, пользуйтесь.